Вот это лишь малая часть перечня методов задач, математических методов решения задач оптимизации в зависимости с классом этих задач. Останавливаться я на них не буду, можно будет прочесть и освежить в своей памяти эти методы в первоисточниках. Примеры первоисточников я вам дам, в конце посмотрите, там достаточно просто все на реальных примерах описано. Но на практике просто вам напомню, что очень многие отчитываются о том, что занимаются оптимизацией в производстве. Причем этим занимаются все подразделения и технологи, и группа эксплуатации, проектировщики, айтишники, ремонтники. Ну вот у нас в сфере информационных систем произошло некоторое сокращение возможностей на горизонте последних месяцев. Но думаю, что свято место пусто не бывает, и мы стараемся вносить свой вклад в развитие информационных систем именно для решения оптимизационных задач. Ну вот, например, улучшение. Да, полупогружные насосы. Посмотрели отказы, посмотрели основные причины, посмотрели последствия, изменили график ТАИР. Улучшение. Да, оптимизация. Не факт. Не доказано, что это оптимальность. На основании диагностических данных. А это цикл. Четыре стадии цикла. Но достигаем ли мы оптимизации? Да нет. Это, наверное, все-таки схема непрерывного улучшения PDCA цикла, по которому мы можем по спирали подниматься в сторону улучшений неограниченное количество времени, пока, собственно, наше оборудование не помрет естественной смертью. Разные методы улучшений есть. Опять-таки, улучшения наблюдаются, улучшения достигаются. Но оптимизация ли это? Нет доказанности, что это наилучшая из возможных ситуаций после наших всех улучшений. Есть традиционный опыт, когда на основании согласования данных из руководства по эксплуатации, из руководства по ремонту, отраслевых нормативных документов, технологических регламентов, а также, самое главное, собственной истории отказов и ремонтов событий, базы данных из IT-систем и при конкретных условиях эксплуатации, Мы вступаем в диалог и согласуем с производителями, с регулирующими органами, с эксплуатирующими подразделениями программу ремонтов и технического обслуживания. И появляется лучший график. Я не говорю, что он наилучший. Так вот, в обстановке, когда на нашу целевую функцию Таира, а это именно либо КТГ, либо стоимость ремонта, а мы исповедуем, что, собственно, лучше использовать такой критерий оптимальности сложный, там, скажем, удельная стоимость затрат на техобслуживание и ремонты на час готовности оборудования. При заданном коэффициенте технической готовности и в условиях существующих доступных ресурсов. При этом на оперативном горизонте мы при расчете оптимального плана Таир пользуемся данными о фактической доступности ресурсов. На горизонте среднесрочном у нас ресурсы планируются по потребности. Ну, вот примерно так, такая идеология. Привет! Я мультяшный робот Простоев.нет. Расскажу вам про курс «Базовые практики планирования Таир. Управление надежностью и критичностью оборудования по методике RCM». Простой – это потеря времени. В рамках производственной или промышленной компании любое неэффективное использование времени ведет к реальным финансовым потерям. Вы наверняка задавались вопросом, а как наиболее эффективно избежать простоев? Наш курс даст вам практические методы решения самых разных проблем, связанных с Таир. Освоив курс, вы сможете помочь предприятию сохранить ресурсы и увеличить объем производства. Курс подойдет инженерам ППР и специалистам по надежности, техническим директорам, директорам производственных систем и их заместителям, руководителям служб эксплуатации и ремонта, участникам проектных команд, развивающих систему управления Таир, менеджерам по автоматизации и управлению Таир, специалистам по разработке и аудиту бизнес-процессов управления Таир. Программа курса состоит из 10 разделов и рассчитана на 92 часа обучения. Обучение идет пошагово. Вы начинаете с изучения методологических основ и типовых вопросов, рассматриваете примеры из практики, пробуете применять полученные знания. Также вы получаете доступ к общей группе студентов курса, где можете задать свой вопрос преподавателям и общаться с сокурсниками. Курс проходит онлайн на нашей платформе СДО «Простоев.нет». Вы можете учиться с любого устройства. С телефона, планшета или компьютера. Все, что вам нужно, это доступ в интернет. В рамках курса вы освоите практические методики, которые найдут свое применение на любых промышленных предприятиях. Вы познакомитесь с конкретными проектами Таир от «Простоев.нет», которые реализованы в России и СНГ. По окончании каждого учебного модуля вас ждет практика, тестирование и вебинар обратной связи. А по итогам обучения на курсе вы сможете получить сертификат. Обучение уже прошли более 1500 специалистов Таир из 300 производственных компаний. Переходите по ссылке под этим видео и записывайтесь на бесплатную ознакомительную часть нашего курса. До встречи на курсе!